Я тоже сам бывший наркоман, 12-летний стаж у меня, 12 лет я употреблял наркотики, на данный момент 23 года я не употребляю наркотики и стараюсь выводить таких же людей, которые попадают к нам в реабилитационные центры, и мы пытаемся их спасать. Поэтому мы также делаем вот такие вот профилактические мероприятия. Для чего? Для того, чтобы вы сегодня послушаете кого-то из наших ребят, кого-то из наших девчат. Кандидат психологических наук, доцент, преподаватель психологии и работаю я с девушками в женском реабилитационном центре. Смотрите, вот вы видели перед собой выступление сегодня многих из тех, кто уже длительное время проходит реабилитацию. Вот скажите, если бы вы кого-то из них встретили на улице, разве вы подумали, что этот человек когда-либо употреблял, причем значительно и длительное время? Конечно же нет. Да, и смотрите, если раньше, например, когда в 90-е страну заполонили тяжелые наркотики, у всех был такой стереотипный образ тяжелого героинового наркомана, да, то сейчас образ наркомана изменился. Я купила сигареты, потом пошел алкоголь, сперва было по праздникам, потом началось вплотную, каждый день алкоголь, сигареты, потом я попробовала аптеку. Четыре года я употребляла аптеку, изо дня в день просыпалась, и мне нужно было употреблять. Я не могла ни ходить, ни вставать с кровати, ни есть, ни двигаться, то есть пока не употреблю там таблетки и капли. В общем, то, что у меня в жизни произошел нагломленный такой период, вот, я оступилась, я оступилась так, что началось употребление просто для веселья, ну, для разгрузки, все, все это было хорошо, замечательно, я не видела вообще в этом никакой проблемы. Вот, и когда я влезла в очень большие долги... И спрашиваю, сколько тебе лет, Ваня? Он говорит, нет, 19. А сколько раз ты был в центре? Он говорит, два. Все встали и начали возмущаться, мол, почему ты был два раза в центре, тебе только 19 лет. Единственный человек с этой компанией, это был мой дядя, который сказал, ну, он не понимал, что он делал, именно поэтому его и перестали осуждать. В дальнейшем ему помогли, сейчас у него уже есть работа, у него уже есть жена.